Сегодня мы собрались, старейшины Нижнегорского района, чтобы выразить свой протест с действиями правоохранительных органов, которые произошли в Бахчисарайском районе. Шестеро лучших сыновей крымско-татарского народа были сначала... их обыскали, а затем их арестовали. Эль-Хамдули-Лямы мусульмане из числа крымских татар, которые сегодня проживают в Крыму. У нашего народа есть одна хорошая, отличительная черта, когда один мусульманин попадает в беду, другой мусульманин не остается в стороне, так или иначе поддерживает, помогает материально, морально и так далее. Сегодня я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить мой народ, что они не остаются в стороне и помогают этим семьям, у которых сегодня отсутствует отец, глава семьи и так далее. Собственно, их сегодня обвиняют в том, что они якобы террористы. Ни за что наших братьев, народу пугают, арестовали? Ни за что. Если у вас нет доказательства, зачем их трогать? Ни за что их посадить? Когда есть у них семья большая, когда эти люди жили нормально, друг друга помогали, общали. Но то, что эти люди поступают некрасиво, очень некрасиво. То, что рано утром приходят всех соседей, всех людей, пугают, страшно. Мы, народ, никогда не были террористами и не будем этим, которых нас обвиняют. Мы, конечно, рады тому, что сегодня эти ребята работают, трудятся, содержат свои семьи благополучия и благи, как говорится. Но, к сожалению, обращения такое, они, как бы сказать, не присущи к нашему народу, такие отношения. Терроризм – это когда, ну, определение терроризма же дала Россия. Терроризм – это когда убивает, взрывает невинных людей, потом предъявляет свои требования. Вот приблизительно определение терроризма заключается в этом. Теперь посмотрим нашу реальность, что такое, что-то с этим связано. Допустим, эти самые достойные люди, многодетные, никому, даже муху не обидят, например. Такие вот люди добросовестные, практикующие веру свою. Там самых достойных среди нас, можно сказать, высчитывают и вот их обзывают террористами. Мало что обзывают, да, их сажают на реальные сроки. От 15 до 20 лет. Когда это закончится? Это в нашей религии и в нашем народе никогда этого не было. Никогда. Когда-то нас объявили сплошной народ, да, это предателями, да, и депортировали. А сейчас террористами. И главное, ладно только обзывались бы. Они нас сажают, наших достойных людей сажают, такие сроки дают тюрьмы. Остаются сиротами люди. И обращаясь к моему народу, хочу сказать, джемат, это вот осиротевшие люди в связи с этими, скажем, да, безвинными арестами, да, этими. У них остается целая куча стариков, детей остаются, да. Это наши дети, это наши старики. И я хочу, чтобы наш народ заботился о этих детей. Они как сироты сейчас, родители как бы арестовали. Придет время, иншаллах, это все, как в прошлый раз, реабилитировали. Нам эта реабилитация, конечно, не нужна. Нам сейчас требуем, чтобы отпустили этих наших соотечественников, которые ничего с терроризмом, ничего не связано, их действиями. Амин. 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 Амин.